Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, и я рад приветствовать вас всех пасхальным приветствием. Христос воскресе! Сегодня за богослужением Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов», глава 11, стихи с 19 по 26. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя Слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприане и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Эллина, благовествуя Господа и Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух осем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный духу святаго и веры, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня церковь предлагает нам к нашему назиданию все так же отрывок из книги «Деяния святых апостолов». И в сегодняшнем отрывке повествуется о том, что некие люди, имен которых мы не знаем, шли и проповедовали после событий, произошедших со Стефаном. Так и сказано в тексте в 19 главе. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, то есть после победения камнями Стефана, была какая-то волна гонений, после чего люди, избегая этих гонений, были вынуждены уйти из Иерусалима. И вот они прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Очень важный факт говорится в этом первом стихе, что первостепенно они шли и проповедовали только иудеям. Церковь тогда была и несла функцию охранительную, и проповедовала только лишь иудеям. Постепенно, постепенно мы видим в повествовании, что начинают появляться и языческие, не то что церкви, а языческие люди, язычники, которых призывает Святой Дух в Церковь. Изначально это не Церковь, прозелитически к ним стремится, а Дух Святой призывает в Церковь и язычников. Таким образом, мы читаем в 19 стихе, что эти люди, рассеявшиеся, шли и изначально проповедовали только иудеям. Далее в 20 стихе мы читаем «Были же некоторые из них, кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Эллином, благовестуя Господа Иисуса». В итоге, некоторые из этих людей, придя в Антиохию, проповедовали и Эллином, то есть греко-культурным язычникам, язычникам, которые были воспитаны в греческой культуре. Скорее всего, это, возможно, были даже и греки, но мы этого точно не можем сказать. Говорится, что «Эллины, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». И мы видим в этом стихе, в 21-м, что множество уверовало, множество тех, кому проповедовали эти из рассеившихся. Но для нас очень важно и для логики этого богословского текста, для богословской логики этого текста, для повествовательной логики текста, очень важно это упоминание, во-первых, руки Господней, во-вторых, то, что она на язычниках. Им проповедуют Слово Божие, и содействующую благодатью Святого Духа они обращаются к Господу. Об этом доходит слух до церкви в Иерусалиме. И там совершенно логическое, логичное решение отправить на некоторую ревизию апостола Варнаву. Ему поручили идти в Антиохию. И придя туда, можно сказать, с некой инспекцией, чтобы понять, действительно ли это люди, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, или же, быть может, это какая-то секта, чтобы понять это, Варнава приходит в Антиохию. И, прибыв, он увидел благодать Божию, он увидел ее, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Придя в Антиохию, он увидел, что вера этих людей, обращенных из язычников, она искрення, и она отвечает апостольской проповеди. Действительно, они уверовали во Христа Иисуса, распятого, воскрешего в третий день, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Бога Отца. И вот Варнава производит ревизию. Он приходит и видит, что действительно они уверовали. И он просит их держаться также той веры, которую они восприняли. Сказано, что возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный духу святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. И в течение года они там проповедовали, учили в церкви, собирались они в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Для нас очень важно, что в Антиохии в первый раз прозвучало слово «христианин» по отношению к верующим в Иисуса Христа людям. И мы видим, что Варнава ищет Савла в Тарсе, потому что Савл был родом из Тарса, и приводит его в Антиохию, и там они вместе проповедуют в церкви. Надо понимать, что это было не некое строение. Проповедуют в церкви, это не значит, как сегодня. Мы ходим в храм, это некое здание, это некое строение, это скорее храм. А церковь – это нечто иное, которое включает в себя понятие храма в современном смысле, но не ограничивается этим понятием. Тогда же не было никакого понятия храма как такового. Христиане собирались в домах богатых людей и устраивали свои агапы, ночные богослужения, которые венчались Евхаристией. Прообразом этих агап, этих ночных богослужений является сегодняшнее наше всеночное бдение, которое структурно отчасти повторяет то первоначальное апостольское богослужение. И вот они собирались в церкви. Люди собирались в домах, и это собрание во имя Иисуса Христа и для того, чтобы причаститься его тело и крови и называется церковью. Экклесий, то есть собранием. И вот целый год собирались они в церкви, то есть в определенном конкретном собрании людей, верующих в Иисуса Христа, и учили немалое число людей. И ученики в Антихии в первый раз стали называться христианами. Сегодняшнее зачало, которое повествует нам о распространении христианской веры, говорит нам одну очень важную вещь, о том, что теперь всякий человек, не только иудей, может стать участником церкви и через это участником небесного царства и быть сопричастником тех обетований, которые Богом были даны Аврааму, о том, что в его семени наследят царство небесное все племена земные. Будем помнить об этом и радоваться той пасхальной радостью, которая пребывает в нас. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе! И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова